Девушки отдыхают 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 Команды ушли на перерыв С отчетом 2-1 В пользу хозяев Ниждекамцы Пытались сохранить счет Однако Кирилл Учебников Дальним броском Отправляет шайбу Точно в 9 И снова ничья На нефтехим арене В середине третьего периода Дмитрий Кагарлицкий После перехвата Вводит зеленых вперед В первый раз Казанцы повели счет В данном матче Времени оставалось Все меньше И хозяева Понеслись в атаку Убрали вратаря И выпустили Еще одного полевого Но это не помогло За две минуты До конца матча Дмитрий Воронков Отправляет шайбу в ворота И ставит точку В противостоянии 2-4 по итогу встречи И 4-2 в серии Акбарс не без проблем Но выходит в полуфинал Восточной конференции Где их ждет Адмирал Мы дождались Первая лига вернулась На наши экраны Рубин провел свой первый матч После перерыва с Кубани 6 марта на выезде Первый тайм выдался Тяжелым для казанцев Однако на 41-й минуте Полузащитник Зотов Решился на дальний удар И мяч от перекладины Залетает в ворота Казалось бы Что уже можно выдохнуть Но игрок Кубани Абдоков Сравнивает счет Обводящим ударом Со штрафного 1-1 Команды ушли на перерыв С ничейным результатом В начале второго тайма После подачи Углового Грицаенко Забивает второй мяч Рубина И выводит команду вперед В концовке матча Кубани имела пару моментов Но реализовать их Не удалось 1-2 Рубин одерживает Первую победу После зимних сборов Следующий матч Казанцы играли в Дома Против Ульяновской Волги Матч для хозяев Начался удачно Уже на второй минуте Виталий Лисакович С помощью небольшого Рикошета Открыл счет Казалось, что хозяева Разовьют успех Но гости быстро Пришли в себя И выровняли игру В самом начале второго тайма С поля был удален Полузащитник хозяев Горбунов И Рубин остался В меньшинстве на 40 минут В сложной концовке Игру удалось Успокоить заменами И казанцы довели Матч до победы 1-0 Рубин сохранил за собой Прямого выхода в РПЛ А на этом все Хоккейный футбольный сезон В самом разгаре Впереди самые интересные матчи Поэтому следите за нашими обзорами Идем дальше Теперь поговорим о студенческих темах А именно о студенческой баскетбольной лиге На предыдущей неделе Сборная Казанского федерального университета У себя дома принимала Сборную КНИТУ Далее С подробностями о матче Смотри в сюжете Продолжаются матчи Студенческой баскетбольной лиги Республики Татарстан По итогам прошлых игр Женская команда КФУ Показывает высокие результаты И побеждает на встречах Мужской же команде Не удавалось Опередить соперников Последние две игры Закрепить успех И выйти из кризиса Команды попробовали 9 марта В Униксе На этот раз Федералы встретились Со сборными Научно-технического университета Сначала на поле Вышли женские команды КФУ с точными атаками Забивают первый мяч У КНИТУ проблемы в обороне Из-за чего они вынуждены В самом начале встречи Брать тайм-аут После наставлений тренера Спортсменки стали набирать очки Благодаря чему И выиграли первую четверть С отрывом в три очка Счет 16-13 Во втором отрезке игры Команда КФУ Смогла догнать И даже перегнать Своих соперниц Но счет Периодически становился равным После еще одного тайм-аута Команда КНИТУ Усилила атаку И создала Небольшой отрыв в два очка Первая половина игры Прошла в постоянной борьбе За лидерство К концу второй четверти Ни одна из команд Не смогла вырваться вперед Счет 28-28 Во второй половине игры Команда КФУ Начала совершать Более точные попадания В кольцо И усилила оборону Девушкам удалось Закрепиться на лидирующей позиции До конца третьего отрезка игры По итогу четверти Счет 45-49 В пользу Казанского федерального университета В последнем отрезке игры КНИТУ бросает все силы в атаку Но большая часть четверти По-прежнему остается за КФУ На последней минуте КНИТУ выпадает шанс Забрать победу Отрыв в счете Сократился до одного очка Но фол гостей На последних секундах Становится решающим За счет серии штрафных бросков КФУ увеличивают разницу в очках И выигрывают встречу Со счетом 67-61 Матч был очень тяжелый достаточно Мы очень долго не могли раскачаться Пытались найти свою игру Но под конец у нас все получилось Мы собрались Начали взаимодействовать Разговаривать И в итоге победили Следом соревновались мужчины Из КФУ и Казанского технологического колледжа Первые очки были за федералами После чего спортсмены колледжа Сравняли счет И оторвались на 4 очка До конца первого отрезка игры КТК удерживали лидерство И только увеличивали отрыв Команда КФУ пыталась усилиться Как в атаке, так и в обороне Счет на конец первой четверти 22-13 в пользу у КТК Во втором отрезке игры КФУ сильно отставали В большей степени Хозяева набирали очки Штрафными бросками За счет ошибок соперника Тем временем КТК реализовывали Четко отработанные схемы атаки Итог первой половины 44-27 Спортсмены колледжа лидируют После большого перерыва Третий отрезок времени Начался с быстрых атак КФУ Но с реализацией были проблемы Такие действия не позволили Сократить отрыв в очках На момент окончания Третий четверти счет 65-40 В пользу Казанского технологического колледжа В заключительной четверти КТК уже в качестве лидера Играли в свое удовольствие Количество бросков Со стороны обеих команд Резко увеличилось Спортсмены из КТК Стали забивать много Трехочковых мячей Спортсмены КФУ Укрепили оборону Пытались догнать соперников За счет быстрых и неожиданных атак На которые КТК Реагировал так же быстро Ну в целом Матч прошел ожидаемо То есть мы Планировали так сыграть Столько выиграть примерно Поэтому как бы Каких-то Необычных чувств Эмоций не было Все пошло по плану По игре Матч закончился со счетом 90-54 В пользу команды Казанского технологического колледжа Екатерина Торопова Неделя спорта Далее мы поговорим О мини-футболе Стартовала на предыдущей неделе Спартакиада Среди вузов республики По данному виду спорта Для Казанского федерального университета Турнир начался 12 марта На своей площадке ВСК Бустан Сборная КФУ Играла против Энергоуниверситета На матч побывала наша съемочная группа И далее подробнее в сюжете Смотрим внимательно Спартакиада вузов продолжается В первом туре Сборная КФУ Приняла на своей площадке Бустан Команду Энергоуниверситета Ход игры развивался неспешно Участникам понадобилось время Чтобы набрать обороты Счет был открыт на 9-й минуте первого тайма За ошибки Даниила Ястребова Сборная КФУ Оформляет первый автогол После этого КГУ переходит в более активное нападение Не давая мяч противнику На 11-й минуте Рамазан Ахметов делает счет 2-0 До перерыва Сборная КГУ Успела еще дважды Огорчить фратаря КФУ 4-0 Второй тайм Начался успешно для хозяев Первый мяч Ворота Энергетиков На 26-й минуте Андрей Иванов Спустя 4 минуты Еще один мяч Забивает Даниил Таябин 4-2 Однако противники Оказались слишком сильными И сократить разрыв Так и не удалось Сперва Ильдар Хисамиев Забивает два мяча На 31-й и 32-й минуте А финальную точку В матче делает Амер Ахмет Ахмету понадобилось Всего 60 секунд Чтобы оформить дубль Итоговый счет 8-2 КФУ терпит первое поражение На домашней арене Мария Коуфилд Неделя спорта Теперь поговорим О внутривузовском этапе Чемпионата ССК России Казанские юлбарсы Завершили турнир По баскетболу 3 на 3 Выявили победителей И в мужском И в женском первенстве Далее подробнее Об этом расскажет Ева Семянова В своем обзоре Борьба за медали По стритболу Завершилась 12 марта Первыми играли Девушки и парни За третьи и четвертые места Первыми на корт Вышли женские сборные Бэнк-бэнк И пивная анатомия Игра носила Достаточно спокойный характер Пивная анатомия Взяла преимущество В матче И удерживала его Игра оживилась к концу Бэнк-бэнк забрасывает Один мяч за другим Но времени отыграться Не хватило 11-13 Пивная анатомия Занимает третье место Следующими на корт Вышли мужчины Команда Юрфак И СК Спид На протяжении Все 10 минутки Спицы давили Своих соперников Точные трехочковые попадания Помогали команде Увеличивать отрыв Однако ближе к концу игры Юрфак смог прервать Свою голевую засуху И начал отыгрываться Игра шла на равных Но Спид смог вернуть Себе преимущество В матче И их уже было не остановить Они забрасывали Один мяч за другим В корзину 20-13 СК Спид Одерживает победу И занимает третье место Дальше шли финальные матчи Первыми на площадку Вышли девушки Из команд Сборища И сейчас проиграет На протяжении всего матча Сборища были в роли догоняющего Но далеко своих соперников Не отпускали К середине матча Ситуация изменилась Сейчас проиграет Начали атаку Все получалось у команды Чего не скажешь О их соперницах К концу встречи Команда с Борищей Совсем расклеилась Сейчас проиграет Набирает 21 очко Что дает им Автоматическую победу 21-10 Сейчас проиграет Одерживает уверенную победу В финале Закрывали день мужчины Команды 21 И Мехмат С самого начала игры Игроки 21 Дали понять своим соперникам Что проигрывать сегодня Не собираются У команды получалось все Однако Ко второй половине матча Мехмат активизировался И начал постепенно сокращать отставание Но игроки в красном Постоянно упускали Игрока на трехочковой линии А баскетболисты 21 Успешно пользуясь Подаренными возможностями От своих соперников 21 набирает 21 очко И выигрывает матч досрочно Таким образом Чемпионами Внутривозовского этапа ССК В Казанском федеральном университете Становится команда Сейчас проиграет Среди девушек И 21 Среди мужчин Ева Семянова Неделя спорта Далее мы продолжим тему Внутривозовского этапа Чемпионата ССК России Вашему вниманию Предоставляем сейчас интервью Которое было записано В этой студии немного ранее Ева Семянова взяла интервью У Кирилла Сарканича У менеджера данного проекта И далее подробнее Кирилл Еве рассказал Очень много интересной информации О поездке в Саранск И как нашим командам Все-таки туда попасть Смотрим Продолжаем программу И тему ССК Сегодня на студии Кирилл Сарканич Привет, Кирилл Привет, Ева Расскажи, пожалуйста Как проходят игры Внутривозовского этапа В этом году Игры прошли, как всегда На высоком уровне У нас собралось Большое количество команд Как среди мужчин Так и среди девушек Очень прикольно Что в этом году Было много новых команд Вновь сформированных Поэтому турнир Только повышает Свою планку Из года в год Есть ли такой матч Который заполнится тебе Больше всего? Я думаю Тут я буду не одинок В своем мнении И Самый интересный матч Это был матч финала Между командами 21 и Мехмат Ребята Играют между собой Уже Второй год Второй год играют В финале И второй год подряд 21 оказывается Сильнее ребят С Мехмата Из-за кого ты болел В этой игре? Мне хотелось Чтобы была игра Красивая И интересная В принципе Я этого и добился Вот То есть В своих ожиданиях А кто победил Ну победил Сильнейший Тут У меня не было Никаких предпочтений По команде Хорошо Оцени пожалуйста Команды финалисты Какие шансы На победу у них В Саранске? Ну Перед Саранском У них еще будет Долгий путь Команды финалисты Надеюсь Пройдут туда Напрямую Но кроме финалистов У нас еще есть Команды Которые попали В четверку Их ждет Впереди Региональный этап Где они смогут Проявить себя И также Отобраться Еще Еще второй командой В Саранск Я надеюсь Что у нас Поедет Две мужских И две женских команды Это было бы Очень здорово Представить Такую большую Баскетбольную делегацию На суперфинале Спасибо Кирилл Что пришел к нам на программу Желаем тебе Дальнейших успехов Спасибо большое Рад был прийти сегодня Ну и на этом все Вот такая у нас Выдалась неделя спорта Что будет дальше Посмотрим Меня зовут Роман Плинсков Вы смотрели программу Неделя спорта Еще увидимся До скорых встреч Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова